Когда мы рассуждаем о профессиях будущего и о том, куда движется образование, есть всегда искушение пойти за технологиями, за рынками и начать обсуждать, в каких сферах какие новые компетенции, какие новые профессии понадобятся. И это абсолютно оправданно и очень интересно. Хочу сказать, что как раз будут востребованы две вещи. Либо люди действительно с метакомпетенциями, либо люди с очень узкой компетенцией, экспертностью. Происходит революция, пусть и, конечно, очень медленно и постепенно, но все же технологическая революция в образовании. Она носит глобальный характер. На рынке более востребованы люди, которые в ходе своей профессиональной карьеры, в ходе своей профессиональной деятельности обучаются дополнительным смешным вещам. Здравствуйте, дорогие друзья! Это телеканал «Конференция ТВ». Приглашаем вас посмотреть очередную конференцию. А я напоминаю вам о том, что в нашем эфире вы можете посмотреть понравившиеся вам конференции, лекции, семинары каждый день в одно и то же время. Каждый час на телеканале «Конференция ТВ» новое уникальное событие, продолжение которого вы сможете посмотреть на следующий день в это же время. А прямо сейчас смотрим третью часть. Итак, значит, наши уважаемые гости. Начну с лево-направо. Джон Коннелл. Джон – международный эксперт и основатель проекта «I'm Learner». Будем надеяться, даст нам международный взгляд на все проблемы. Дальше Валерий Никитин, основатель проекта «Я класс». Будет представлять в этом разговоре, наверное, стартапы. Вадим Нефедев еще недавно был школьником, а сейчас студент-студент. И помимо этого блогер и журналист. Александр Молчанов занимается инновациями и является проектором МСИ по технологиям дистанционного обучения. Антон Коренюшкин. Может быть, вы сами скажете. Полностью ваша должность. Я начальник отдела Минкомсвязи России. Как раз занимаюсь проектами, связанными так или иначе с образованием в сфере информационных технологий. И Александр Гулин, учитель истории. Ну, собственно, с чего бы, наверное, хотелось начать. Это посмотреть, в принципе, на то, что сейчас происходит в международном контексте. Давайте я задам вопрос по-английски Джону и попрошу его открыть эту дискуссию. Джон, пожалуйста, расскажите нам, пожалуйста, коротенько про то, что происходит в вашей родной Шотландии в технологическом плане. Какие там технологические новинки в школах, какие основные тренды вы видите в этом плане за пределами нашей страны. С удовольствием. Спасибо. И, кстати говоря, спасибо за приглашение, по-английски, в панели. Как уже сказал Владимир, я к вам приехал из Шотландии. И первым делом, конечно, нужно отметить, что Шотландия и Англия – это две разные страны. Я надеюсь, вы это понимаете. И это отличается, это сказывается. В частности, наша система образования. Она у нас, во-первых, намного лучше, а во-вторых, намного старее, чем у англичан. Я сам, конечно, являюсь продуктом шотландской образовательной системы, но последние 10 лет я работаю за пределами страны, работал в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, бывал и в России, прошу прощения, в других странах Восточной Европы и вообще по всему миру поездил. Успел за это время увидеть большое количество различных образовательных систем, изучил практику разных стран. Что бросается в глаза? Ну, то, что, конечно, происходит революция, пусть и, конечно, очень медленно и постепенно, но все же технологическая революция в образовании. Она носит глобальный характер. Конечно, у этой глобальной революции есть какая-то своя национальная, локальная специфика. В каждой образовательной системе есть какие-то свои особенности. Это, наверное, естественно, потому что и стартовые точки у всех разные. При всем при этом, мне кажется, что прямо сейчас происходит масса ужасно интересных вещей. Я сам когда-то был учителем-учителем младших классов, ну, потом в какой-то момент возглавил школу, работал в местном правительстве, даже в центральном правительстве в Шотландии работал, и успел за это время много чего насмотреться. Можно было бы, конечно, долго говорить о том, что там происходит интересного, да, микропространство, или появляется сейчас такой термин, как cloud literacy, то есть, грубо говоря, знания облачных технологий. Наверное, имеет смысл немножко вам рассказать про Шотландию. Шотландия – это страна небольшая, у нас всего 3000 школ. Что касается моей личной истории, то... Да, прошу прощения. Итак, я работал в цифровой сети шотландских школ, это был очень интересный проект, но достаточно сложный по своей структуре. Он предполагал, как минимум, коммуникационное объединение всех этих школ за счет, да, прокладки с ШПД-каналом и создание какой-то общей обучающей платформы, которой мы смогли бы пользоваться и учителя, и ученики, смогли бы обмениваться идеями, передовой практикой и каким-то образовательным контентом. В 2007 году нормально эта система заработала, сейчас эта система переживает определенную трансформацию, я теперь, как независимый консультант, уже помогаю шотландскому правительству эту систему реформировать. Что есть еще важное и интересное, так это то, что технология, которую мы создали в 2007 году и разработали в 2009 году, потребовала то ли три, то ли четыре года на разработку. То есть получается, что мы 10 лет назад начали все это дело проектировать, то есть практически до революции, до потопа, если судить по меркам ИКТ. Что будет интересно моим российским коллегам, так это то, что быстрее всего подобные изменения, конечно, происходят в маленьких странах. Россия, как и США, и Китай, и ряд других очень больших государств, я понимаю, тоже интересуются подобными изменениями. Здесь имеет смысл подобные проекты проводить на региональном уровне, просто потому что на федеральном уровне это все сделать разом очень и очень тяжело. Я это уверенно говорю по опыту ряда африканских стран, латиноамериканских. Чем больше страна, тем труднее реализуются подобные проекты на национальном уровне. Опять же, передовая практика обычно сосредоточена на каком-то небольшом уровне, небольшой области, я не знаю, или отдельного города. Я на этом сделаю пока паузу, но потом я заходить и могу к этой теме вернуться. Спасибо, Джон. Валерий, тогда следующий вопрос, наверное, к вам. Расскажите, как проект, который как раз делает, представляет услугу для школьников и для школ, какие вообще основные сложности вы видите, когда проекты школьные приходят из IT и пытаются пробраться в наши русские школы, которые, как правило, довольно закрыты, и как образовать вот эту единую информационную среду, о которой говорил Джон, как объединять разные школы в единую платформу, когда столько есть сложностей бюрократических, законодательных, да и, в принципе, технологических, особенно с учетом нашей федерального разброса нашего. Да, спасибо за приглашение, за возможность здесь выступить. И Джон правильно сказал, что в России у нас достаточно быстро народ может реагировать на новые вызовы, создавать новые платформы. И в плане стартапов мы сейчас тоже видим, что при поддержке различных фондов очень активно ребята пытаются выйти с новыми проектами. Это очень радует. И основные барьеры заключаются вообще не в технологиях, и не в кадровых ресурсах, а заключаются в том, что когда ты пытаешься что-то внести на рынок, образование, ты начинаешь сталкиваться с государством. И не проблема в том, что ты не умеешь работать с государством, или нету компетенций, хорошо работать на этом уровне. Это все решаемо. То есть государство не против сотрудничать, ему интересно. Нужно уметь работать с государством. Да, нужно уметь, да. Этих компетенций мало на рынке, и государство само не понимает, что ему необходимо, и что оно хочет для того, чтобы продолжить свой рост. И оно боится довериться. Но это не самая сложная часть. То есть здесь как-то ты в конце концов можешь найти подход, можешь завоевать доверие. В целом очень важно иметь хорошие связи, хорошие взаимоотношения с людьми, которые связаны с образованием. Тогда ты эти барьеры преодолеваешь намного проще. Но страшнее другое. Страшнее то, что конечные потребители образовательных систем, учителя, они достаточно сильно запуганы системой сверху. Они как учителя, так и директора, они очень переживают за то, что если они возьмут что-то не то, если они доверятся какому-то молодому стартапу, что их просто уволят за это, или их накажут, или сделают понижение поставки за то, что они используют какие-то неразрешенные образовательные технологии, или недопущенные, или не сертифицированные. И это огромный барьер. Огромный барьер, когда ты не можешь получить доверие у своей ключевой аудитории, целевой. И как с этим бороться, непонятно. То есть нельзя сказать, что в России что-то запрещено, или все запрещено. Нет, такого нет. Просто вот сама психология конечного потребителя, она почему-то закована в эти рамки, наверное, с советского прошлого. И для стартапа это проблема. А конечный потребитель — учитель? Если мы говорим про школьное образование, то без учителя ничего не произойдет. То есть учитель — это та персона, которая дает рекомендации и родителю, которая дает указанию школьнику применять ту или иную образовательную систему. Если учитель не берет на вооружение что-то из образования, то ты как бы остаешься ни с чем. Ты можешь фокусироваться на какой-то очень узкий рынок, топ-левел, каких-то суперприложений, которые будут там, например, для богатых детей или для одаренных детей, но их всего лишь крошечный процент в России. А если ты хочешь выйти на широкую публику, на широкие массы, то ты должен учитывать учителя. Окей, тогда я попробую так это подытожить, что образовательные проекты, такие вот как Я-класс, они фокусируются на то, чтобы учитель принимал решение об их применении. Александр, а можете присоединиться, прокомментировать как учитель? Конечно. Я как раз себя стал фиксировать, вот эти вещи. Конечный заказчик, главная вообще проблема именно школ в том, что конечным заказчиком является не сам учитель, и даже не государство, которое в принципе выделяет на это деньги. Конечным заказчиком, как сейчас принято говорить, образовательных услуг является гражданское общество, назовем это так. И так как государство само не понимает, чего оно хочет достичь, тут есть ряд сложностей. Я не соглашусь с тем, что школы, скажем так, сильно запуганы. Другое дело, что внедрение каких-то информационных систем, оно не всегда вкладывается в, скажем так, концепцию стартапов. Стартап, он призван, насколько я понимаю, зарабатывать деньги, приносить прибыль. Вот есть несколько примеров, вот я сейчас себе тут записал, например, отечественных разработок, которые учителя активно используют, но они бесплатные. Система тестирования, определенная международная, кстати, несколько школ Москвы имеют такие дистанционные курсы у себя в своих учреждениях. Это могут быть системы подготовки к ЕГЭ, ГИА, есть стартапы, которые занимаются заработкой и графикации заданий для начальной школы. В принципе, ничто не мешает зайти в любую школу, заключить какой-то контракт, партнерские соглашения, но тут мы действительно сталкиваемся с проблемой монетизации, как это все выводить. Государственные структуры, которые могут выделить на это финансирование, зачастую не заинтересованы в том, чтобы школам было удобно применять эти стартапы. Если, опять же, они бесплатные и обращаются к администрации, то здесь, как правило, руководители любой школы не будут иметь ничего против. Проблемы начинаются именно откуда брать деньги. А что значит бесплатные? Вот вчера говорили, что бесплатных не бывает. Вопрос, кто платит. Нет, ну, во-первых, такое, скажем так, учительское братство, такое, можно сказать, тоже никто не отменял. Есть несколько программ, которые, ну, может быть, частично они зарабатывают на, наверное, какой-то контекстной рекламе, да, немножко. Но в целом, что нету никакой там подписки, например, у школы. В принципе, сейчас школам ничего не мешает закупать какие-то платные программные продукты, которые будут предоставлять, скажем так, интерес. Вот. Единственное, ну, вот могу сказать, вот по начальной школе, чтобы особо сильно не называть с компанией, там есть программа, полностью разработанная первого-второго класса по математике задания. Я так подозреваю, я, правда, не общался с основателями проекта, как только они, наверное, третий, четвертый класс, то есть весь период начальной школы выведут на вот эту игровую форму, возможно, наверное, они попытаются это предложить каким-то органам управления образования или как-то еще, чтобы вот уже перевести, скажем так, на такую, ну, монетизацию вот этих проекта. Вот. Абсолютно точно, вот могу сказать, есть программа, у нас работает как раз в школе человек, который ее создал, которая позволяет учителям математики назначать детям индивидуальные задания и самопроверяемые. То есть она абсолютно бесплатна, просто вот такой вот порыв, ну, можно сказать так, человеколюбия, что ли. Ну, это такие, наверное, решения, все-таки не очень системные, да, то есть в масштабах государственной системы образования о них говорить сложно. Александр Болчанов, как вы считаете? Комментируете? Да, вы на самом деле абсолютно правильно заметили, что российская система образования это все-таки комплексный проект, да, и в основном стартапы, которые есть сейчас, они сталкиваются с одной замечательной проблемой, ну, по их мнению, да, это тиражируемость проекта в регионы. Дойти до 40 тысяч школ со своим проектом бывает очень тяжело. В каких-то регионах нет достаточного уровня телекоммуникаций, в каких-то регионах нет достаточного уровня подготовленности учителей, где-то не готовы еще ученики. Но помочь им в этом, опять же, можно только комплексными решениями. И очень часто я сталкиваюсь, например, с такой ситуацией. Мне, как высшему учебному заведению, очень важно, чтобы ребенок приходил подготовленный. Я прихожу в школу, начинаю общаться с директором, начинаю общаться с учителями, и понимаю, что первая фраза, которая звучит от учителя, дети, зайдите, пожалуйста, в класс, выключите все свои мобильные телефоны. Ребенок с первого года рождения умеет пользоваться айпадами, айфонами, другими гаджетами. Почему это нельзя встроить в учебную программу? Потому что учитель не знает. Поэтому здесь одновременно, запуская стартап, например, для учеников, нужно похожий стартап запускать для учителей, нужно учить коммуницировать учителя, ученика с использованием тех инструментов, которые есть. Если мы будем вести эту работу комплексно, будет интереснее, и будет полезнее. Но сказать, какой стартап лучше, какой хуже и так далее, здесь, наверное, роль регуляторов рынка образования должна быть минимальной. Рынок должен сам развиваться. Мне хотелось бы даже сказать наоборот, то есть это, может быть, будет немножко безумно, но если бы учитель сказал, дети, пожалуйста, отложили ручки, бумажки и взяли айпады, сейчас мы будем учиться, это было бы более правильно, по моему мнению. На самом деле именно так, но я могу сказать, что много вузов есть, которые готовят, например, преподавать или использовать информационные технологии. У меня есть направление прикладная информатика в образовании. Это те самые люди, которые должны нести инновации в образовании. Но в очередной год набора мы видим ситуацию, что на это направление не идет студент. Почему? Да он не видит, где он себя может применить. И я вот очень рад тому, что такие конференции проходят, потому что здесь реально те самые люди присутствуют, которые должны быть по идее моими выпускниками с этого направления. Те самые стартапы айтишные в образовании, это их продукт должен быть, а их нет. Спасибо. Вадим, а как еще недавно, будучи школьником, можешь рассказать, как ты себе видишь эти вопросы? И вообще, есть ли, во-первых, проблема ограничений каких-то, убрали телефоны, или это на самом деле миф, есть ли проблема там фаерволов, безопасности данных, каких-то ограничений, и вообще, что в школе на самом деле происходит, можешь сказать? Да, в общем, я учился в трех учебных заведениях. Первое, это школа в Бугруслане, это очень далеко-далеко в Оренбургской области, затем я переехал в Самару, и сейчас я учусь в СПБГУ в университете. И что я заметил, это огромная пропасть между этими учреждениями, между регионами, и как разниться подход к использованию технологий в школах, начну по порядку с Бугруслана. Там технологии не дошли вообще, я имею в виду то, о чем мы сейчас говорим, какие-то муки и прочее, там этого даже не знают, и поэтому все вот эти стартапы образовательные, естественно, там этого нету. И когда нам установили эту интерактивную доску одну на школу, просто учителя на нее молились, но не знали, как пользоваться и как ее использовать. Затем Самарская школа. Там уже все это более развито, но на школьных компьютерах стоит фильтр, который блокирует Яндекс картинки, и вообще непонятно, зачем тогда нужен интернет, если на нем открыта только Википедия. Затем СПБГУ, где просто уровень этих технологий достиг такого максимума, который вообще возможно. Перед студентами открыто все, что они хотят. любые технологии, внутренние там какие-то системы информационные. Да, про Бугруслан, опять же. Я разговаривал с учительницей и спрашиваю, почему в школах не используют все эти технологии, какие-то модные такие сайты, стартапы и прочее. Ну, потому что я блогер, я пишу про это, учителя про это знают. А на что она мне ответила, а зачем? Ведь намного эффективнее преподавать так. Вот стоит учитель, стоит маленькая группа учеников и вдалбливать им, говорить, показывать на доске, писать мелом, ручками. И все это, как ей казалось, намного эффективнее. Потому что можно, конечно, показывать фильм, мультики, там, видео, какие-то интерактивные штуки, но процент знаний, которые... Все это детям очень это нравится. Все уйдут счастливые, веселые. У нас такая классная школа и уроки. Но в итоге полезные полезный остаток намного меньше, чем если бы учитель говорил это так. Про Самару. Когда... У меня в школе появился iPad вообще почти когда он вышел. И когда я пришел с ним в школу, я сканировал все учебники и закачал их в iPad. Тогда это было просто дикостью, потому что тогда не было планшет, планшеты не были так распространены, их вообще тогда, по-моему, не знаю, были, нет. В общем, мне запретили. И в Бугурстане, кстати, до сих пор запрещены мобильные устройства, планшеты и прочее. Если ты придешь в школу, на перемене достанешь телефон, тебя поругают и заберут его до конца дня учебного. В Самаре к концу, вот когда я заканчивал школу, это 2-3 года назад, iPad'ы были уже по каждому iPad'у на парте. И абсолютно нормально было скачать учебники и пользоваться ими прямо на уроках, а не таскать эти бумажные аналоги. Так, и еще ну вот так. То есть у нас получается что? Образовательные проекты делают упор на учителей и считают, что потребителями должны быть учителя. Учителя считают, что все классно, но нужно все-таки вписываться в нашу государственную систему и она не так уж для этого предназначена. А учителя на самом деле бьют всех указкой по линейке и говорят, уберите это все и буду вдалбливать. Как-то немножко пока все не скажет. Как, Антон, можете прокомментировать? Если посмотреть немножко сверху на всю эту систему. Немножко еще прокомментирую. Я имел в виду не именно, что в школах это делать, а в далеких регионах. В Москве, Питере наверняка в школах все это используется и технологии. У нас большинство регионов далекие. А, ну окей. Можно одну реплику передавая в микрофон? Но здесь, скорее всего, еще важна разница подходов. Вот очень хорошо молодой человек заметил, учителя пытаются вдолбить знания, а задача стартапов создать условия для того, чтобы ученик мог получить знания. И здесь вот разница подходов, откуда идет, это достаточно существенно. Действительно сложилась такая интересная ситуация, когда каждая из сторон взаимодействия считает, что все полномочия находятся в руках какой-то другой стороны. Соответственно, и при этом государство сверху всего этого, и на государство, естественно, надежда о том, что оно разрулит весь этот конфликт. Но должен сказать, что у государства на самом деле весьма тоже ограничены рычаги управления этим процессом. И, соответственно, единственный способ, которым можно этот конфликт, эту ситуацию как-то продвинуть на следующий уровень, на мой взгляд, следующий. Ясно, что мы не можем, как вот Джон уже отметил изначально, что страна, Россия, она у нас очень большая, и развернуть какие-то системы в вузовском или в школьном образовании так единообразно-безобразно, это практически невозможно. Более того, дело не только в масштабе, но и в разных условиях. Невозможно ожидать, что в школе в Москве и в школе по Груслане будут одинаковые учителя, будут одинаковые технические обеспечения, ясно, что оно там будет разное. И поэтому государство здесь скорее должно обеспечить условия, чтобы принятие этих решений, принятие решений о применении той или иной технологии, о применении каких-то дистанционных способов образования, чтобы принятие этих решений находилось не где-то на федеральном уровне, ясно, что оно не дойдет никогда до низу, и даже не на уровне субъектов, а на уровне конкретных учителей. И если один учитель не захочет там применять то или иной вещь, то другой захочет. То есть нужно либерализировать скорее регулирование сферы образования, особенно это касается сферы университетского образования. Но я думаю, что для школ, просто я по школам не специализируюсь, я думаю, что для них это тоже полностью релевантно. И либерализация этих возможностей получения образования, она позволит уже расцвести тысячи цветов, то есть позволит применять тельные инструменты там, где они полезны, релевантны, дальше их масштабировать. Я думаю, что именно либеральный подход к регулированию является ключом к запуску новых образовательных инициатив. Всеми руками за Антона просто. Спасибо. Александр, добавите? Да, короткая очень реплика, вот все здорово, ну вот, как обычно, вот если человек программист, то к нему обычно начинают нести технику чинить, там чайники, ну ты же программист, да? Вот, в образовании получается то же самое, я не хочу никаким образом обидеть представителей IT, ну вот, например, у нас школа-победитель конкурса школ новых технологий, и когда стал вопрос о закупке оборудования, мы получили порядка 130 планшетов, да? Вот, как, опять же, государство не знало, что оно хочет, то есть, ну вы выиграли, вроде бы, вот, пожалуйста, вам разрабатывайте концепцию, тут никто ни на чем не настаивал, как бы, да? Вот, и было обсуждение между двумя самыми популярными мобильными платформами, да, для планшетов, вот, ну, я их не буду называть. В результате к этому подключили департамент информационных технологий, которые, ну, закупают компьютеры на всю Москву, вот, ну они же компьютерщики, программисты, да? В результате, вот как вот правильно было отмечено, что у них стоит сетевой фильтр, что нельзя зайти на YouTube, на Яндекс.Карты, и нам приходится каждый раз им просить, чтобы, откройте, пожалуйста, вот, и в результате победила платформа, ну вот я смотрел последнюю статистику компании Евросеть, с долей рынка в 1%, потому что на них было проще сделать то, что было нужно, ну, можно сказать так, условно говоря, компьютерщикам. И вот это большая проблема, то есть, сами школы очень сильно ограничены в выборе того, что им делать, именно из-за того, что, ну, если бы это было внутри образования решено, это как бы, ну, был бы наш крест, грубо говоря, наш выбор. А тут очень много подключается административных регуляторов, которые, ну, так вот, скажем так, видят образование. Окей. Ну, вот мы сейчас довольно подробно проговорили и пытались понять, кто все-таки отвечает за некую централизацию или некую стабилизацию всей этой системы, но мы ее в основном уже обсуждаем в российских рамках, а если говорить про интернет-проекты и про стартапы, то они, как правило, на самом деле в корне своем международные, и они не ограничиваются рамками нашего законодательства, наше государство, соответственно, таким образом, не очень понятно, каким образом может регулировать их деятельность, если мы говорим о том, что школьникам, по идее, же могут быть доступны и международные проекты, которые вообще вне нашей юрисдикции. Джон, если посмотреть с международной точки зрения, то каким образом и кто обуславливает единство и стабильность вот этой системы? Вы мне непростой вопрос задаете. Во-первых, мне кажется, что стандартизация в этой области мало кто к ней стремится. И в любом случае, я думаю, что стандартизация это плохо. Вот как хорошо было сказано, пусть расцветет тысяча цветов. Мне кажется, что за пределами отдельной страны можно найти энное количество очень интересных экспериментов. Вот, например, в Соединенных Штатах. Но нужно понимать, что в целом технологическая сфера в Соединенных Штатах достаточно кривая. Звучит, может быть, странно, но хорошая практика никогда не наблюдается на уровне, скажем, целого региона или Штата, только на уровне, скажем, в лучшем случае города, обычно даже микрорайона. В Европе, в отличие от Соединенных Штатов, пытаются идти путем стандартизации. Определенные потуги такого рода предпринимаются и в Шотландии. Но вот я занимаюсь проектом Глоу, и я надеюсь, что он все равно будет очень открытым. Я сегодня после обеда буду рассказывать о проекте, очень похожем на то, что мы сделали в Северен-Шотландии. И смысл этого проекта как раз стоит в том, чтобы создать максимально открытую платформо-нейтральную среду, в которой вы могли бы с любым девайсом успешно работать. Я не случайно говорил в начале о том, что идет медленная революция. Вы уже говорили о массе различных проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Мне кажется, что фундаментальная революция связана не с технологией, не с девайсами, не с интернетом, а с тем, как меняются человеческие отношения. В первую очередь, отношения между учителями и учащимися. Когда я учился, это было давно. Я пошел в школу в 62-м году. Учитель был единственным источником знания. Он был, если не богом, то полубогом. Но, конечно, кроме учителя еще было несколько книг, которые можно было прочитать. Ну, в хороших школах еще были библиотеки, конечно. То есть, получается, что мы действительно зависели от учителя, как от главного поставщика, главного источника знаний, теперь все, конечно, по-другому. И не всем учителям это нравится. Многие ученики выстраивают свои собственные отношения со всем, скажем, массивом человеческих знаний. если учителя не подстроятся, они просто выпадут из этой системы. И, наверное, лучшие учителя сейчас должны это признавать, может быть, даже открытым текстом говорить детям. Знаете, мы с вами все учимся, давайте учиться вместе. Спасибо. Совсем чуть-чуть времени осталось на вопросы, да. Дорогие коллеги, Юрий Троицкий, РГГУ, ФИРО. Вот все, что я сейчас услышал, касается технологической, управленческой и так далее сторон. Но, по-моему, самая главная проблема современного российского, во всяком случае, образования, это контент. И дело не в том, что в основном идет отцифровка того, что есть и на бумаге, и в этом смысле ничего качества не меняется. Новая образовательная технология, это не столько, наверное, технологическая сторона, сколько контентная сторона. Я хотел бы узнать, вот кто-нибудь из присутствующих коллег, которые представляли свои предметные области, направления и так далее, может назвать хотя бы одну предметную область или хотя бы одну какую-нибудь реальную технологию, которая действительно меняет движение участников от репродуктивной зуновской парадигмы к тому, что мы называем творческой, исследовательской, креативной, разные там синонимы, не важно. Вот хотелось бы узнать, по-моему, но это и есть главное, что сейчас. Потому что, когда снова возникает вопрос об идейном учебнике по всем гуманитарным основным предметам, то какой тогда смысл во всем остальном? Просто удобная подача информации и ничего больше. Спасибо. Можно мне мнение просто сказать. Наблюдая за российским рынком, вот есть прекрасный проект Нетология. Там, вы, наверное, все слышали или кто-то даже заходил, там отличнейшие курсы вообще по современным нужным вещам. Маркетинг, практики, введение бизнеса и так далее. Но это для взрослых. И хотелось бы вот то же самое. И это бизнес-образование, да. И вот хотелось бы то же самое для школ, но в рамках регулирования жесткого грифами учебников, в ГОСами и всем этим это невозможно. То есть бизнесу завязаны руки очень плотно цепями вот этими всеми грифами. Александр. Да, и как учитель скажу, что действительно поддерживаю, что в ГОС второго поколения они предоставляют учителю больший, скажем так, формат есть внеаудиторные учебные занятия. То есть это не значит, что 45 минут учитель должен быть с детьми на уроке и только репродуктивно что-то вносить. В качестве примера, ну, например, через систему дистанционного обучения сейчас принято латинизм использовать. Это вот перевернутое обучение, когда новый материал я, например, добавляю в курс, дети его до урока, скажем так, изучают и уже на самом уроке идет через там карту проекта или еще что-то, обсуждение, выведение какого-то нового знания, а иногда отличающегося от требований учебников. По поводу учебников, учебник может быть доступен для публикации, да, там есть стандарты, но никто, кроме учителя на уроке не определяет содержание самого урока. Есть учебник и можно, крамолу скажу, немножко пренебречь, не пользоваться. Учитель сам имеет право тот, скажем так, контент добавлять, который считает нужным для достижения образовательных и воспитательных задач. А скажи мне статью бюджета, которая финансирует этот контент. Куда можно списать средства? О чем я и говорил, да, стартапы заинтересованы в монетизации. Стартап, скажем так, статья бюджета у учителя, например, это сейчас Москва переведена на такую бизнес-модель, когда учитель имеет оклад и имеет стимулирующую часть. Вот в принципе все учителя у нас в школе ведут свои какие-то курсы и получают надбавку за активное участие ребят в проектах. Это не обязательно можно решить например стартапу на уровне государства или там какого-то управления образованием. Это каждая конкретная школа может решать сама. Здесь государство диктует только какой-то стандарт, минимум. А как школа будет его достигать? Государство в принципе не сильно волнует. По поводу единого учебника, кстати, это не единый учебник, а это единый историко-культурный стандарт, под который должно быть подведено несколько учебников и здесь чтобы не было вот этих подмен и понятий. И потом государство и не должно в принципе наверное вкладываться в развитие стартапов. Это должно быть бизнес или внебюджетные какие-то средства. Здравствуйте, можно? Екатерина Турапина, я являюсь представителем частной школы города Волгоград. Очень много и вчера и сегодня было озвучено новых технологий о том, что вот учитель должен, мы должны, надо обязательно это использовать и все сводится к тому, что детям нужно дать свободу. То есть мы должны им дать ресурсы для того, чтобы они вот как только мы им дадим свободу, они пойдут и тут же начнут осваивать, изучать, использовать планшеты, уроки, телефоны и так далее. Вопрос. Как вы вот считаете, готовы ли дети на самом деле к такой свободе? Потому что очень часто я сама сталкиваюсь с тем, что они говорят, ой, знаете, вот дома не запустилось, ну, что-то не сработало, давайте вы лучше нам объясните, а мы там как-нибудь уже дальше там сами. Вот нам ЕГЭ сдавать на самом деле, поэтому давайте вот без вот этой вот свободы. Вот хотелось бы мнение эксперта. Спасибо. Вадим, расскажи, как на самом деле? Ну, на самом деле, наверное, это и так в большинстве случаев. Иногда учителя говорят, там, посмотрите, какую-то дополнительную информацию, но большинство все равно ее не смотрят и все это разбирается в классах, потому что намного проще. Но тут другой вопрос. Мотивации школьников и, например, мне это интересно было, я все это делал. Другим это не интересно и им это не нужно было. Ну и ладно. Можно еще реплику по этому поводу? Очень часто пытаются выводить инновации, пытаются выводить продукты на образовательный рынок, не выводя кучу сопутствующей документации. Как то? Методические инструкции для учителей, методические инструкции для школьника. Как этим пользоваться? Никто никого ничему не учит. Либо стартапы должны очень активно сотрудничать с педагогическим сообществом и с психологами для того, чтобы эта технология была действительно полезной и предусматривала интуитивно понятный интерфейс и все-все-все остальное. Либо должна быть куча вот этих обучалок. Кстати, международные проекты они сейчас уже снабжаются зачастую инструкцией для учителей. И огромное количество проектов, приходящих ко мне в университет и говорят, вот мы придумали новую технологию обработки контента, это PDF-5, интерактив, там все. Я говорю, не вопрос, вы хотите вывести его на рынок, давайте я помогу вам. Вы мне заплатите денег, я вам для вас разработаю кучу методических инструкций. И с ними вы пойдете к учителям и скажете, вот с помощью моей технологии по вот этой методичке можно сделать так, так и так. Что можно сделать вне методички, это уже творчество. Так у нас совсем чуть времени осталось. Можно, коллеги, последнее сказать, да? Наталья, частная школа, учредитель. Вот вы сейчас спорите о таких вещах, у которых есть ответ на самом деле. Ну, во-первых, первое, для того, чтобы дети пользовались разным контентом и у них был мотив к этому, нужно формировать исследовательское мышление. Как только исследовательское мышление у ребенка будет сформировано, он не сможет обойтись без источников информации, на бумажных носителях ли, на цифре ли, задавать вопросы компетентным лицам ли. И тогда его потребность, она сама нас столкнет с стартапом. Мы будем эту потребность удовлетворять. Поэтому первично это формирование исследовательского мышления. Второе, вот у нас сейчас наша школа тоже запускает стартап, но здесь есть одна проблема, которую нужно решать сообща, и она касается государственного уровня. какой бы вы стартап не запустили, какой бы вы контент не сделали, какую бы вы печатную продукцию не изготовили, если вы не попадете в перечень федеральный, то ни одна копейка бюджетных денег не поступит ни учителю, ни ученику на покупку вашего продукта. Вот это большая проблема. Спасибо. Давайте я прокомментирую и на предыдущий вопрос, и на этот тоже. Вот предыдущий вопрос заключался о том, что готовы ли дети к такой свободе. На мой взгляд, к такой свободе не то, что дети не готовы, но и студенты, они к ней не готовы. То есть ясно, что есть небольшая достаточно группа высоко мотивированных и студентов, и школьников, которые будут учить сами. Но невозможно ожидать, что все студенты будут исключительно сами ходить на Курсеру, например, сами все там изучать. Поэтому вузовское классическое образование никакая Курсера не заметит, потому что Курсера и проекты подобного рода, они рассчитаны исключительно на личную мотивацию. Соответственно, а вузовское образование, ну и классическое образование, оно рассчитано не только на личную мотивацию студента, но и на то, что его, грубо говоря, заставят это учить. И без этого невозможно ожидать, что вдруг психология детей взрослых всех изменится. Мы должны понимать, что есть мотивированная группа, она может быть 10%, а всех остальных нужно мотивировать. И без этого никуда. Ну и можно даже маленький соцопрос провести. Поднимите руку те, у кого нет диплома государственного образца в высшем образовании. Не так много людей, понимаете? А если бы вот эта мотивация существовала в наших головах, то такие дипломы вообще были бы не нужны. Поэтому не нужно недооценивать систему образования именно как систему, как регулируемую систему, как систему, которую государство управляет и так или иначе применяет инструменты принуждения в ней. Просто в рамках этой системы мы должны дать достаточной степени свободы на местах. Тогда возможно развитие, возможно дальнейшее развитие. но эта либерализация она нисколько не означает свободу для всех и во всем. Вот так. Джон? Мне кажется, коллеги из Волгограда задали фундаментально важный вопрос. Конечно, дети и молодежь выстраивают сейчас совершенно другие отношения с современными технологиями, в отличие от нас. Другое дело, что они все равно не настолько хорошо владеют этими технологиями, они не такие адепты, как Вадим, например. То есть им все равно нужна какая-то методическая поддержка, может, методологическая поддержка. Часто говоря про ИКТ, начинают критиковать учителей. Мне кажется, что сейчас роль учителей стала гораздо сложнее, чем раньше. если вы сейчас хотите преподавать так, как вас обучали 40, 50 или даже 15 лет назад, значит, вы просто непрофпригодны, потому что наполнение вашей работы сильно изменилось. У нас совсем мало осталось времени, поэтому последний вопрос очень хочется задать. Я Виктор Ижуткин, профессор, в настоящее время профессор аналитического университета. До этого я проработал 35 лет в региональном университете, Марийском, и параллельно 30 лет работал в разных университетах Германии. В том числе 6 лет я работал в немецком центре искусства интеллекта, занимался разработками обучающих систем по математике. Вопрос? Я хочу реплику сделать, потому что как раз никто не ответил на вопросы заданные. Но прежде всего последний выступающий из президиума четко определил разницу между университетским образованием в России и, например, в Германии. В Германии матемация очень простая. Человек учится, потому что ему это надо. В России человек учится, чтобы получить диплом. Вот это принципиальная разница. Затем обучающая система по математике. Я участвовал в разработке обучающих систем в рамках проекта Европейского Союза. Платил за это Европейский Союз. Сразу возникает вопрос, кто платил. Это внедрялось в разных университетах. Университет к семи стран. Девять разных университетов. И действительно были интерактивные обучающие системы, отличающиеся от обычного обучения. Принципиальная разница в том, что те курсы, которые сейчас делаются, это, как правило, моделирование учебного процесса обычного. А интерактивные системы и новые системы должны давать много больше, чем обычное преподавание. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте, наверное, на этом подведем черту, пока все не... Коротенький комментарий сделаю. Просто хочу с выступавшим последним согласиться. Я считаю, что любая страна, которая пытается оцифровать старый контент, просто оцифровывает старые проблемы. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Редактор субтитров